Елена Богатова кажется до сих пор в шоке. События прошедшей пятницы надолго отпечатались в её памяти. Женщина смотрела телевизор и уже собиралась ложиться спать, как вдруг в комнату забежали взволнованные внуки. Внимание мальчиков привлёк свет за окном. Илья кричит, бабушка, посмотри, говорит, пожар, вызывай пожарную. У меня трясло, и давление подскочило, и всё. Пока не выпила таблеток, я не успокоилась. Очень страшно было, очень страшно. Дом на Ванцете вспыхнул около полуночи. Соседи буквально оборвали телефоны спасателей. Они же и сообщили, внутри может быть человек. Опасения подтвердились. В одной из комнат сотрудники МЧС обнаружили мужчину без признаков жизни. Погибший, как известно, желадин, непотушенная сигарета или неисправная электропроводка. В причинах разбираются специалисты. От крыши остался лишь обгоревший каркас. Почти полностью расплавилась и отделка. На земле чёрное месиво из вещей, которые ещё совсем недавно были частью уютного дома. В тот же день спасатели ликвидировали ещё один пожар. Около пяти вечера загорелась водогрязевая лечебница санатория имени Ленина. От жертвы берегла вовремя сработавшая пожарная сигнализация. Персонал и отдыхающие вышли самостоятельно. Наблюдался выход дыма из окон помещений сауны. Создалось плотное задымление. Спасатели моментально ликвидировали данное возгорание, в результате которого повреждены некоторые имущества, обуглены стены. Пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара выясняется. 34 пожара с начала года и 6 погибших. Это цифры только по Бавруйску. В масштабах страны уже произошло почти 1900 ЧП. Пламя унесло жизни больше 250 человек. Среди них два ребёнка. Тот самый случай, когда огонь ошибок не прощает.